Сапог Шварц. Сапог Шварц. Шварц это и порядок его фамилия. Это не от слова черный, а просто фамилия человека, который конструкцию придумал. Конструкция в высшей степени простая. Сейчас мы пытаемся объяснить, почему определение, которое сказал Андрей, абсолютно неправильное. Для этого конструкция, которая в математике носит даже специальное название. Сапог Шварц. Объясняю, как она устроена. Берем, режем наш цилиндр на такие горизонтальные, горизонтальные с костями. Хорошо? Давайте договоримся, что высота вот этого отрезочка, это будет H разделить на N. Где N некоторое натуральное число. То есть на N частей. Пока что понятно? А вот, внимание, здесь мы с вами разрежем окружность на другое количество частей. На M частей. То есть, вот эту вот окружность делим на M равных по величине. Парка, все понятно? Ну, конечно, вы мне можете сказать, что ничего особенного. Получатся прямоугольники. Нет. Сделаем не так. Сделаем не призму, а анти-призму. Огромное спасибо. Ровно то, что надо. Огромное спасибо. Анти-призма. Это очень просто. Мы не повариваете. Только не на такой, а на половину. Барабан. Может быть, иногда видели, такие бывают детские барабаны. То есть, смысл такой. Берете здесь правильный M-угольник. И есть угол минимальный, на который он поворачивается, чтобы перейти в себя. А вы повернете на половину этого угла. Тогда в результате поверхность будет состоять не из прямоугольников, а наоборот из чего? Из прямоугольников. Нет. Из треугольников. Из треугольников. А, ну да. Поверхность будет состоять из треугольников. Почему? Как почему? Потому что боковая поверхность анти-призма, она всегда состоит из треугольников. Теперь смотрим, какая у нас формула. Это очень простая. N слоев. Значит, нужно взять величину N. Сколько треугольников в каждой такой штуке? Значит, отрезочков у нас M штук. Но треугольники бывают углом вверх и углом вниз. Поэтому надо умножать на 2M. Ну вот, ребята, а дальше работа для вас. Формула, боже, пожалуйста. Нет, это не сложно. Это совсем не сложно. А вот дальше, пожалуйста, ваша форма. Ну, подсказка. Конечно, площадь треугольника – это половина произведения основания на высоту. Правильно? Поэтому, если вы здесь проведете высоту и посчитаете длину вот этого отрезка, то их надо перемножить и разделить на 2. Но осталось вспомнить, как же нам вычислять длину стороны правильного M-угольника, вписанного в окружность данного радиуса. Радиус, разумеется, мы должны как-то здесь написать. Да, пожалуйста. Высота у нас у меня есть аж 2M, да, треугольники? Высота аж 2M, да. Длина окружности 2PF. Значит, если мы разделим на M-6, то длина вот этой стороны будет 2PF на 1PF. Ух ты! Ух ты! Вы молодец! Вы сумели допустить две ошибки за один раз. Значит, ошибка номер один. Этот отрезок, он вообще-то не вертикальный. Вертикальный. Нет. Нет. Он не вертикальный. Он не вертикальный. Потому что вот эта точка лежит, что называется, на самом краю. А вот этот отрезок, он немножко внутрь цилиндра. Но если мы разобьем на маленькие-маленькие части, то он почти вертикальный. Может быть и разобьем. То есть вертикальный. От вас просили. Нет. От вас просили точную форму. Поэтому я объясню вам, почему этот отрезок не вертикальный. Объяснил? Ага. Объяснил. Дальше. Докладываю, что какая бы ни была окружность, но все равно дуга отличается от хорта. Поэтому эта формула тоже не верна. А так все хорошо. Нет. Мы никакой предел сейчас не берем. Нам нужна точная формула. Анечка, спасибо, садитесь. Осталось обе ваши ошибки исправить. Если мы на этом потрашиваем целый урок, я все равно, извините, этого добьюсь. Потому что это ровно задачи, которые вы должны делать сходу. Это очень простая стереонетрия. У вас есть угол поворота? Что? У вас есть угол поворота? Ну, да. Как еще угол поворота? Все параметры картинки у вас есть. Никаких других вам не будет данных. Пожалуйста. Паш, ну что ты хотел сейчас взять? Ну... Хотел я высоту не сдавать. Да, ускорение. Прочистую доску помнить. Разобьем окружность на 2M частей. Почему на 2M? На M? Ну, потому что мы спроекцировали вот эту точку на... Хорошо. Тогда на 2M. Да. Вот. И нам нужно, собственно, найти длину вот такого отрезочка. Совершенно верно. Длину еще точку через одну. Вот. Но, заметим, что вот этот угол у нас равен 2P. Или, не умеет. То есть, это равен 2P делить на 2M. Да. Вот. То есть, P разделить на M, на самом деле. И делить на M. Ну, значит, длина вот этого вот отрезочка это R на синус P делить на M. Замечательно. Далее. Длина вот этого отрезочка, соответственно, 2R на синус P делить на M. Замечательно. Далее. Длина вот этого отрезочка это R на cos. Да. И делить на M. Правильно. Значит, от этого маленького это будет R минус R осинус. Теперь заметим, что если мы вот здесь отметим середину вот этой дуги и вот середину этой штуки, то будет прямоугольный треугольник. Так, ребята, это все понимают, что вот этот вот отрезок, он в некотором смысле заходит внутрь цилиндра. А есть можно по вертикали и вот тот маленький. Да, да, да. Совершенно верно. Вот здесь будет прямой угол. Вот длина этого отрезка это H делить на M. Да. Вот. А этого мы вот нашли. Только что посчитали. Ну, значит, доску мы тоже можем посчитать. Это, значит, высота у нас... Нет, ну у меня простое предложение к вам. Давайте-ка вы продолжите писать вот эту формулу. То есть вот здесь написать равно, перейдите на новую строчку, ну или здесь продолжите, неважно. Равно и теперь все делайте. На произведение высоты и основания. Для основания формул уже есть. Да, да, для основания, да. Значит, 2R. Двое круга, потому что там было пополам, да? Да, конечно. Да, да. 2R синус. Пинделить. Пинделить на M. Да. А вот теперь корень квадратный. Отлично. Из суммы квадратов. Из суммы. Да, из суммы. Так, из H делить на N. Попробуйте. Плюс R. Иван, перенесите на следующую строчку. МС, R. Косинус. Да. Аль квадратный. О, л. Косинус. Пинделить на M тоже квадратный. Отлично. Ребят, теперь давайте смотрим, что здесь, что называется хорошо, а что здесь плохо в этой формуле. Предложение такое. Вот здесь есть M, а здесь синус Пи делить на M. Да? Да. Напишите, пожалуйста, так. Синус Пи делить на M. Вот прям здесь. Дробь в числителе. Синус Пи делить на M. А в знаменателе Пи делить на M. Понимаете, ради чего я это делаю? Ради первого замечательного предела. А в знаменателе Пи делить на M. Да. Пи делить на M. Делить на M. Заметьте, пожалуйста, это надо еще умножить на Пи. Умножить на M. Чтобы это P сократилось. Да. И смотрите, что у нас сейчас произошло. На самом деле мы только что взяли вот эти два множителя. Согласны? Ну, 2R это и есть. 2R это и есть 2R. Это замечательно. 2R это и есть 2R. N, я думаю, надо внутрь корня вносить. Значит, а именно, это будет H квадрат. Все понимают? Потому что N вносится как N квадрат и сокращается. H квадрат. А вот дальше интересная вещь. Плюс N квадрат, R квадрат, а здесь 1 минус косинус Пи разделить на M в квадрате. Что здесь что? Вот это первый замечательный предел. Помогает нам найти стремительность к единице при становлении M в бесконечности. А вот это выражение достойно отдельного рассмотрения. Чтобы сделать все понятным, конечно, надо вспомнить триггенетическую формулу. 1 минус косинус. Можно ли как-то записать понятнее? Давайте вспоминать. 1 минус косинус произвольного угла. Кто помнит формулу? 1 минус косинус. Ребята, тут же такая проблема. Запомнить триггенетические формулы невозможно. Просто потому что их много и, главное, они путаются все время. поэтому надо понимать откуда они берутся умеете мне объяснить откуда человечество способно получить формулу для единицы минус космосферки если вы будете пытаться учить наизусть ничего не получится если кроме этого ничего не учите как большинство школьников нашей стране то получится огромное количество людей выучили так называемую тригонометрию наизусть маленькие проблемы кроме этого не выучивают ничего у вас ситуация не такая мы пишем формулу косинуса двойного угла все понимают фи пополам умножить на фи пополам очень хорошо если можно вот здесь напишите знак равно и наоборот вот здесь где-нибудь уложить эту формулу а потом на ее обсудим это оставлять ну давайте так напишите там примерно 2 пи р понятно именно так примерно 2 пи р чем больше м тем это будет точнее а вот дальше меня интересует квадратный корень аж квадрат она никуда не девается а вот дальше плюс и нашла хорошо короче 4 симус ign Nee перед на 2м это тот самый центре ретей с деревьев на 2м цена άλλим бедя перед на 2м цена Так вот, ребята, теперь мы должны крепко задуматься, что же у нас здесь получилось. n и m – это два независимых параметра. Согласны? То есть, для того, чтобы наша антипризма выходила на цилиндр, нужно, чтобы m стремилась к бесконечности, и нужно, чтобы n тоже стремилась к бесконечности. n – это количество горизонтальных слоев, из которого это все состоит, а m задает здесь частоту, с которой точность. Согласны? Но, заметьте, пожалуйста, никто не говорит, с какой скоростью мы должны стремиться. Что у нас больше, n или m? Вспоминаем первый замечательный предел. Синус при маленьких значениях – это почти то, от чего берется синус. Поэтому, на самом деле, синус в четвертый – это более-менее то же самое, что пи в четвертый делить на 16m в четвертый. Поняли? Значит, вот это вот выражение, без h в квадрат, а вот это же, это примерно… Нет, не очень маленький, никто не сказал, что очень маленький. Это примерно n квадрат, r квадрат, пи в четвертый, разделить на m в четвертый в четыре раза, да? То есть, 2 в четвертый – 16, 16, 15, вот получилось так. Ребята, обратите внимание. r квадрат – это некая постоянная величина. Пи в четвертой степени – тоже некая постоянная величина. А вот как между собой связаны n и m, никто не говорил. Запросто может быть, что n каждый раз меняется, скажем, в два раза, а m каждый раз наоборот, я не знаю, прибавляется тысяча, возводится в квадрат, и от этого еще факториал берется. Понятно, да? То есть, запросто может быть, что m будет страшно большое по сравнению с n. Тогда здесь будет 0, и у нас получится та самая формула, которую мы хотели. Но можно и по-другому. Можно наоборот, потихонечку увеличивать число m, а n наоборот увеличивать со страшной силой. И тогда у вас здесь получится бесконечности. И поэтому это и называется «сапог шварца». Вы знаете, наверное, что в армии, не знаю, как сейчас, вам постепенно уже отменяют, но в свое время были такие замечательные кирзовые сапоги. Они интересны тем, что все время сбивались вниз, и в них набивалось под фантастическое количество грязи, ну и всего другого. Так вот, сапог шварца – это атом. Понимаете, если брать n очень большим, то, как ни странно, этот треугольник будет почти что параллельным плоскости. И получится чудовищное количество складок. И в результате бесконечная площадь поверхности. Поняли идею? А можно, наоборот, делать так, чтобы n квадрат делить на m в четвертый стремилось к какому-то определенному числу. Ну, то есть и то, и то увеличивать, но следить, чтобы n квадрат делить на m в четвертый стремилось к определенному пределу. И тогда вы получите ту площадь поверхности, которую хотите. То есть, на самом деле, при помощи такого вписывания антипризма вы можете получить любое число, начиная с этого и заканчивая плюс бесконечностью. Конечно, плохо. Но плюс бесконечность – это не конечное число, это не только плохо, это ужасно. Это означает, что наше определение вообще никуда не годится. Понимаете, если бы мы могли получить плюс бесконечность, с этим еще можно было бы как-то смириться. Но то, что мы можем получить любое число по вкусу от 2 пи и раш, любое число и в том числе плюс бесконечность, показывает, что это действительно никуда не годится. Поняли? Да. Отлично. Значит, арам гораздо лучше, сказал Академий. Он сказал про краску. Итак, площадь поверхности по Минковскому. Минковский – это великий немецкий математик, работал в основном в начале 20 века. Так вот, он дал такое определение. Если у нас есть любое множество в пространстве, ну, поверхность или неважно что, то мы можем сделать такую штуку – рассмотреть окрестность этого множества. Что значит окрестность? Все точки, которые удалены от этого множества, на расстояние, не превышающее данной величины h. Поняли идею? Да. Дальше найти объем полученного множества. Разделить этот объем. Интересно, догадаетесь, насколько делить? На аш. Нет? Не на аш. Представь себе листик, бумаги, пространство. Как будет выглядеть на 2 аш. Потому что окрестность, получается, окрестность такие шарики, в каждой точке нашего множества шариков. Да? С центра в каждой точке. Поэтому, если вы возьмете лист пространства, какой-нибудь такой, то, конечно, делить надо на 2 аш. Поняли смысл? И перейти к пределу пристремлений h к 0. Вот это и есть площадь поверхности по Минковскому. Поэтому то, что мы сегодня в начале урока делали, это, если честно, ровно по Минковскому находили площадь поверхности шара. Ну, единственное, что если совсем по Минковскому, то надо было взять объем шара, когда радиус r плюс x, вычесть, когда r минус x, и поделить на 2 аш. Ну, ответ получается строго такой же. Может, даже в чем-то проще получилось. А правда, что длина припо Минковскому такая же, как длина. В том смысле, как мы объединили.